Задачи очень амбициозные в разных направлениях развития Московской области, в разных направлениях экономического развития Московской области. Наглядно о стратегии правительства Московской области губернатор Андрей Воробьёв рассказал в своём ежегодном обращении «Новая пятилетка». Сегодня планы правительства обсуждают на местах. О промежуточных результатах выполнения стратегии развития региона на примере нашего городского округа, будущим специалистам наземного транспорта, сегодня студентам Щёлковского колледжа, рассказал заместитель главы администрации Юрий Родионов. Показательным 2018-й стал для ЖКХ. В районе модернизировано 15 водозаборных узлов, 45 тысяч человек стали получать очищенную воду. В 2019-м после публичных слушаний начинается проектирование щёлковских межрайонных очистных сооружений. Их планируют перестроить к 2023 году. Молодёжь интересовала перспективой дальнейшего трудоустройства. Предприятие «Локомотива», которое в ближайшее время планирует расширить свою производственную базу «Валентафарма» и «Газпромкосмические системы». Последнее будет заниматься сборкой спутников. Ряд шагов предпринят администрацией колледжа и руководством района для обновления материально-технической базы. С сегодняшнего дня мы вместе с руководством вашего колледжа начали эту непростую, продолжаем эту непростую работу. В первую очередь потеряем техническое состояние вас, где занимаетесь вы. И, конечно же, мы сейчас сформируем полный комплекс проблем, полный комплекс мероприятий, которые будем докладывать правительству Московской области. Это поручение Министерства образования Московской области для того, чтобы в этом направлении тоже двигаться динамично и эффективно. Новая пятилетка – стратегию развития Московской области также обсудили со студентами Щелковского колледжа. Главная польза от этих встреч, что студенты могут задавать свои вопросы на самые разные темы. Я получила ответ на свой вопрос, который я задала. Это про трудоустройство. Будут создаваться заводы и будут рабочие места увеличиваться. Развитие производства в городском округе сдерживает транспортная проблема. Но и здесь власти нашли выход. В ближайшие годы начнется реконструкция Щелковского шоссе и строительство дублёра. Эта тема поднималась в Кремле на встречу Андрея Воробьёва с президентом Владимиром Путиным. Говоря о спорте, Юрий Родионов рассказал о планах правительства строить универсальные площадки. В своё время были установлены воркауты, но сегодня у молодёжи востребованы комплексные площадки, где могли бы заниматься как парни, так и девушки. Если ты видишь и понимаешь, что люди вокруг тебя что-то стараются, делают для благоустройства, то и тебе, в принципе, самому тоже появляется какое-то желание помочь своему обществу. Стратегию губернатора обсудили и с будущими специалистами по тепло- и электроэнергетике, промышленной экологии, информационной и вычислительной техники, экономике и управлению. Один из индикаторов её выполнения – благоустройство. 206 дворов и более 1700 подъездов в многоквартирных домах отремонтированы. Внушительный результат, которого в Щёлкове добили за четыре года. В этом году обе программы получили продолжение. Важно донести до нашего подрастающего поколения, до нашей молодёжи, которая в ближайшем будущем станет во главу наших муниципалитетов, да, будет работать в муниципалитетах, чтобы они понимали, как и Московская область, и наш родной Щёлковский край будут развиваться на ближайшую пятилетку. Сильное, здоровое и чистое Подмосковье – эти волнующие жители темы вошли в целевые программы, исполнение которых поэтапно расписано на ближайшие четыре года. Михаил Налютов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».